Вот все на ютубе снимают видео, что в моей сумке, что в моей сумке, а мне может быть тоже хочется. Представляю вам рюкзак кулинарного блогера. Там все самое ценное и необходимое, то что нужно в повседневной жизни. Давайте же скорее откроем его и посмотрим, что внутри. Первая вещь, которая попадается мне в руки, это силиконовая лопатка. Непременно розовая. Розовая силиконовая лопатка это просто самая необходимая вещь, как на кухне, так и в жизни. Мне кажется, что все уже плотно ассоциируют меня вот с этой штукой, ну потому что я с ней очень-очень часто встречаюсь в видео. При помощи силиконовой лопатки можно делать все, что угодно. Топить шоколад, перемешивать тесто, мазать кремчик на тортик. Вообще незаменимая вещь. Следующая очень важная штука, это ложка для мороженого. Ну просто сейчас лето, хочется мороженого, мало ли вот вы зайдете кому-нибудь в гости, у него в холодильничке окажется свеженький пломбир. Такая ложка вам обязательно понадобится для того, чтобы хорошенечко зачерпнуть, положить все это в тарелочку и наслаждаться. К тому же на этой неделе на канале Кухня Шоу мы готовили просто потрясающий вкуснотый пломбир с орео и киткатом. Так что вот эта ложечка просто must have. Всем советую берите внешнюю. Что-то массивное, но очень-очень важное. Блендер. Блендер я всегда ношу с собой. Мало ли где вы проснетесь утром и захотите свеженького смузи. Супы пюре, молочные коктейли, те же самые смузи. Блендер просто необходим. Упаковочка свежей мяты. Многие знают, что я люблю добавлять мяту абсолютно везде. Во все десерты, во все супы, мне кажется, я бы ее даже больше добавляла. Почему бы и нет? Поэтому свежая мята это тоже must have. Во-первых, потому что она вкусная. Во-вторых, потому что она придает вашей сумке свежесть. Аромат свежести. Что-то еще очень массивное. Блинница. Но это на тот случай, если вас неожиданно застанет депрессия и захочется блинчиков со сгущенкой или с медом, блиница всегда вас спасет. Мало ли, когда мужчине захочется блинчиков. Надо готовить. У-у-у-у-у, черт, осталось. Это вообще по-царски. Гречневая крупа. Это на тот случай, если я вдруг когда-то утром проснусь в Азии. Я надеюсь, что вы понимаете, что это был просто стеб чистой воды. Но просто понимаете, у каждой порядочной дамы на ютубе обязательно должно быть видео, что в моей сумке. У меня вот оно такое. Хотя на самом деле у меня уже есть видео, что в моей сумке. Оно было очень-очень давно. Пора его скрыть. На самом деле в этом видео мне просто хотелось рассказать вам о своей огромной любви ко всяким кожаным штукам. Сейчас лето и мы планируем поездки. Я решила, что для поездок мне нужно что-то вместительное. И заказала такой крутой рюкзак кожаный от графия. Я вообще на эти рюкзаки наткнулась относительно недавно и просто моментально влюбилась в них. Потому что они такие красивые. Их столько цветов и столько форм. Мне кажется, что большинство, ну по крайней мере девушек, как только в первый раз видят эти рюкзачки, на повал в них влюбляются. Он сделан просто из такой толстой-толстой кожи, которая так вкусно пахнет. Это просто какая-то наркомания. Запах кожи – это моя наркомания из детства. На самом деле моя любовь к таким качественным, хорошим вещам из кожи, она идет из детства. Я помню, что у меня у мамы оставались такие старые сумки разного формата, разного цвета, из такой прям кондовой кожи, которые из поколения в поколение передавались. Они были просто неубиваемые. И все потертости, все пятна, которые на них образовались, они делали их только красивее и притягательнее. Я не знаю, у меня была просто какая-то мания, потому что я реально, я забирала у мамы какие-то вот эти сумки, которые, ну, их уже никто не носил, но я так от них перлась. Я помню, что они пахли просто как такой старый аккордеон, который кучу лет пролежал в чехле. На них был флер истории из молодости моих родителей, и мне эти штуки были так дорогие, и мне так хотелось что-то такое себе. Я помню, что у меня у мамы была такая сумка, она такая в форме чемоданчика, такого ярко-красного цвета кожаная, и мне так хотелось ее носить с чем-то, хотя бы как-то научиться ее с чем-то сочетать, потому что она была такая яркая, и вот просто маленькая девочка там лет десяти с этой сумкой выглядела, честно, нелепо. Поэтому я мечтала, что вот когда я вырасту, я точно смогу ее носить, но на самом деле сейчас я уже понимаю, что ну как бы это совсем ретро-ретро, поэтому она где-то у мамы на антресолях завалялась, хотя может быть съезжу, посмотрю ее, и возможно что-нибудь придумаю. Еще я помню одну сумку, она была такая маленькая коричневая, и я ее называла сумкой почтальона, потому что в ней всегда лежало огромное количество всяких старых квитанций, я вообще не понимала, зачем они там хранятся, я помню ходила вокруг мамы и такая, мама, можно я возьму эту сумку? Она такая, да господи, она так уродско выглядит, зачем она вообще тебе? Мне казалось, что это самая роскошная сумка на свете, она была коричневая, она была вся потертая в каких-то трещинках, но она мне казалась такой великолепной, она пахла еще хуже старого аккордеона, но я помню, что я ее выпотрошила, и я ее носила, мне кажется, даже на первом курсе универа. Она была такая маленькая, знаете, как вот сейчас есть маленькие сумочки через плечо, вот, она была для меня просто идеальной. Вообще, на самом деле, я вспоминаю, что в детстве я ходила в кружок, где мы делали всякие штуки из кожи, мне кажется, вот именно оттуда вот эта любовь и появилась, тогда я, конечно, горитела о том, что я вырасту и буду сама делать какие-то крутые штуки из кожи, там, рюкзаки, портфели, сумки, там, возможно, какие-нибудь даже обувь или какие-нибудь плащи кожаные, кожаные штаны для байкеров. Тогда кожа была особо недоступна, я помню, что мы делали всякие штуки из обрезков кожи, у нас просто был огромный мешок обрезков, в который мы зарывались все и вылавливали какие-то кусочки, и каждый ваял себе там какой-нибудь маленький кошелечек, какую-нибудь подвесочку кожаную, в общем, это было так забавно, и мне так хотелось, прям что-то такое масштабное, серьезное, мне на самом деле хотелось этим заниматься вплоть, мне кажется, до моего 20-летия, возможно, я эту мысль отбросила, потому что занималась уже совсем другими вещами, но, честно, немножко даже как-то жалко, потому что работать с кожей, это так приятно, сделать все вот эти дырочки, стежочки, это прям, мне кажется, вот эта вся любовь к хендмейду у меня выливается в видео исключительно в моих диайваях, вот, диайвайы меня спасают, и я, кстати, ну вот в универ еще ходила с той старой кожаной сумкой, но потом, когда мы уже поехали пожить в Азию, я просто от всего этого избавилась, все это выкинула, и у меня сейчас вообще ничего не осталось, и я решила, что стоит потихонечку восстанавливать какую-то такую мини-коллекцию всяких крутых кожаных штук, и вот начала именно вот с графией, с этого крутого рюкзака. Я, конечно, немножко сумасшедшая, потому что взяла его в белом цвете, это не знаю, насколько оправданный шаг, просто потому что он очень маркий. Я для себя этот выбор оправдала, пожалуй, двумя пунктами. Во-первых, такой белый рюкзак, он просто потрясающе освежает любой образ, любой цвет одежды, он подходит как с каблуками, так и с кедами. Вообще, мне кажется, его подо все можно одеть. Во-вторых, я решила, что этот рюкзак меня чуть-чуть перевоспитает и научит меня более бережно относиться к вещам, просто потому что у меня все убивается достаточно быстро, и я решила, что он такой красивый, просто роскошный, мне жалко будет, если он зафакается быстро, поэтому я постараюсь с ним обходиться очень-очень аккуратно. Если бы он был, конечно, черного или серого цвета, его бы даже, наверное, всякие состаренности, потертости вообще не портили. Во всяком случае, я его еще потестирую с ним, похожу, поношу, и потом поделюсь своими отзывами. Я думаю, что это будет в Инстаграме. И, кстати, для тех, кто хочет увидеть реальное содержание реального рюкзака, не то, что было в первой части видео, я думаю, что в Инстаграме я тоже выложу подробный пост с тем, что обычно я с собой ношу. Если вдруг вы хотите увидеть образы с этим рюкзаком, как и с чем его можно носить и комбинировать, дайте знать мне об этом в комментариях. Мы увидимся в следующих видео. Всем пока! Как считаешь, запах кожи – это токсикомания? Он такой гладенький, он как попа младенца, хотя я не трогала еще попы младенцев. Не трогала, помню, был. Я надеюсь, что он еще долго будет так пахнуть. Кто-то прется от новых книг, кто-то прется от запаха подъездов, но это я, ладно, краски в подъездах, и также я прусь от запаха кожи. Настя, 25 лет, токсикомания по странным вещам.